Чебоксарское городское собрание депутатов готовилось отметить свое 20-летие. Мы рассказывали вам, с чего все начиналось, кто стоял у руля и как изменился город за это время. Ну а сегодня праздничная программа о том, как Чебоксарское городское собрание депутатов отметило свой день рождения прямо сейчас. После неспокойного 1993 года, так называемого Ельцинского переворота, принятия новой конституции, реформы системы местного самоуправления, в 1994 году россияне выбирают новые представительные органы местного самоуправления. В одних городах они получили название городских дум, в других – советов, ну а в Чебоксарах – городского собрания. В праздничный день представители местного самоуправления разных городов собрались в столице Чувашии. Хочу вас поприветствовать на Чувашской земле, столице Чувашской республики, городе Чебоксары. Мы очень рады, что вы приехали сегодня к нам. Самара, Казань, Ульяновск и Шкрала, Пенза. Приглашать коллег из других регионов, представителей Ассоциаций городов по Волжже и Союза российских городов, на такие мероприятия стал уже традицией, отметил глава города Леонид Черкесов. Но начался праздничный день с рабочих и вопросов за круглым столом. В системе местного самоуправления в последнее время произошли изменения, и собравшимся было что обсудить. Мы обсуждаем реализацию 131-го федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления. И, конечно же, 136-го федерального закона, который внес туда определенные поправки в мае месяце 2014 года. Данное федеральное законодательство дает право субъектам определить порядок организации выборов органов местного самоуправления. Как мы будем работать на местах? Изменения в федеральном законодательстве повлекли за собой изменения в местном, в республике. По этому поводу шли бурные дискуссии. По итогам обсуждения на круглых столах с представителями общественности встреч с населением Госсовет Чуваши в городах региона, и в частности в Чебоксарах, решил оставить систему, которая действует с 2010-го года. В отличие от альтернативной модели, когда глава города избирается всенародно, в столице Чуваши городское собрание депутатов избирается населением. Депутатов, в свою очередь, и своего состава выбирают главу города. А глава городской администрации, сити-менеджер, назначается по контракту. У каждой модели есть очень много плюсов и минусов, но на сегодняшний день мы уже это обсуждаем, и сейчас это подтверждается на практике других регионов, что эта модель эффективна. И такую модель выбрали для себя многие наши соседи по федеральному округу. Мы пришли вот уже к основной модели, что у нас глава городского округа выбирается из числа депутатов городского собрания, а мэр города, он как сити-менеджер, назначается по контракту. Не должно сосредоточиваться, все в одних руках. Все-таки должна быть представительная власть одна ведь, и исполнительная ведь должны, так сказать, идти раздельно, но параллельно. Споры об эффективной модели местного самоуправления не утихают до сих пор. И здесь очень кстати опыт других регионов, отметил заместитель председателя Госсовета Чувашии по социальной политике и национальным вопросам Игорь Кушев. Мнения были разные. В одном районе говорили так, в другом районе говорили так. Не было одного знаменателя. Тем не менее, нас поджимало время, это честно, и мы приняли закон так, как мы его тогда видели на то время. Но сегодня этот вопрос до сих пор актуален, но он не утих. Мы считаем, что, наверное, есть смысл отдать право принятия решения на уровень района, как они сами решат. Хотят выбирать из состава депутатов, пусть выбирают. Хотят, значит, прямой выбор, пусть прямой выбор права. И тут крайне был бы важен ваш опыт. Но опыт Чебоксара в городах, откуда прибыли гости, уже используют. Наша взаимная связь, она постоянно идет, потому что мы изучаем ваши документы, которые вы принимаете. Вы наверняка наши изучаете. Мы когда, я вот честно говорю, что мы сейчас работаем над планом Казанской городской думы, и я взяла перечень всех решений, которые принимало ваше городское собрание. И честно, что я нашла и для себя, что можно и нам наш городской план, городской думы взять на будущий год. Когда мы первый раз приехали, помню я сюда, в Чебоксары, я привозила сюда большее количество депутатов, нас там все председатели ездили. И вот я вам скажу честно, когда мы приехали в Казань, наши депутаты ходили и на каждом углу говорили. Это почему-то у нас на стенах домах написано номера телефонов, а в Чебоксарах-то такая чистота, такой идеальный порядок, какой красивый город, цветы на балконах. Среди того, что уже переняли, решение в плане благоустройства городской территории. То, чем Чебоксары вправе гордиться. Когда в городе Казани встал вопрос об озеленении города, об изменении его внешнего облика, очень многие депутаты приводили в пример именно ваш город. И в силу того, что он действительно чистый, зеленый, и нам бы хотелось в определенной степени приблизиться к нему. Бурно обсуждались и другие формы участия населения в местном самоуправлении. Например, деятельность ТОСов. Специалисты называют их существенной силой, которая позволяет жителям реализовывать инициативы. Что касается Ульяновска, на сегодняшний день на территории города осуществляют свою деятельность более 60 ТОСов, объединяющие 803 многоквартирных дома и более 110 тысяч человек, что составляет 17% от населения всего города. Но в столице Чувашии охват населения достигает 90%, подчеркнули чебоксарские депутаты. Впрочем, нашему городу тоже есть что перенять у соседей. Интересен опыт Казани, когда работа управляющих компаний в Казани, привлечение инвестиций в городе Казани. Ну и другие города, город Самара, это миллионники города, посмотреть, как у них инфраструктура города развивается. Ну а теперь отдел к торжественной части. В праздничный день в Театре оперы и балета собрались те, кто стоял у стоков, те, кто продолжил их дело и те, кто занимается им сейчас. 20 лет, 5 созывов, 150 депутатов и несчетное количество важных решений, которые изменили жизнь города. Все начиналось в середине 90-х. Депутатам первых созывов пришлось нелегко. Но они справились. И в праздник вспоминают о тех временах с гордостью. Под руководством главы города и председателем собрания Игунного Анатолия Александровича мы сумели впервые составить программу переселения из аварийных жилых домов в городе. Мы сумели присоединить к городу Заволжье. Впервые город Чебоксара во время нашей работы был признан самым благоустроенным городом России. Созыв, который работал вместе со мной, первый и второй, застали так называемые понятия «лихие 90-е годы». Понятия детские пособия, бартер, то есть живых денег как таковых дел. Но решать вопросы надо. Есть понятие столицы Чувашской республики. Я очень признателен депутатскому корпусу, очень, которые с пониманием и через это пропускали все те проблемы. Мы не просто заседали, мы искали то искомое, которое позволяло решать именно проблемы, которые возникли перед гором именно в этот период. Сделано многое, я хочу сказать, и в строительных комплексах, и ДНМА, и строили дороги. Как сегодня столица будет? Прекрасно. Прекрасно столица выглядит и, слава Богу, как говорится так, что сегодня депутатский корпус молодой. Они ищут, они находят ответы. Это очень здорово, когда они участвуют. Не просто на словах, что всегда говорят, что пусть молодежь, а они работают. Работают во благо и во имя столицы. Поэтому молодцы. Я могу только сегодня о них сказать. Только хорошие. Вспоминали о том, что было сделано в далеком прошлом и совсем недавно. Говорили о том, что еще только предстоит сделать. Если даже вспомнить внутридворовые территории, которые у нас были пустые, скажем, до 2005 года, а сегодня мы, приходя туда, видим отремонтированные дороги, внутридворовые территории, отремонтированные тротуары, детские площадки, идет благоустройство, лишнее, что там есть, деревья убираются, приводится в порядок. А в законотворчестве принято очень много хороших решений по увеличению благосостояния населения города Чебоксары. Есть закон повышенного спроса, и каждому этапу развития всегда хочется больше, больше, больше сделать. Сегодня мы удачно решаем по строительству детских и доскольных учреждений. Вот вчера, сегодня открытие одного из садиков. Город развивается, расширяется. Нужны не только садики, но и в перспективе, наверное, школы. Это большой праздник не только депутатов всех садиков от первого до пятого, но и праздник всех горожан, помощи главы города Леонида Ильича Черюкесова. Его умение сказалось, что он сформировал единую команду как депутатов городского собрания, так и исполнительного органа администрации. Мы на сегодняшний день не делим ответственность. Мы делаем сообща все. И поэтому город, ну, я думаю, конечно, оценивать горожанам, не нам, депутатам, не администрации. Город становится лучше, краше, в нем становится жить веселее, лучше. Хочется любить, работать. В праздничный вечер народные избранники получили награды, вспомнили лучшие моменты работы и тех, кого уже нет в их рядах. Следующий год для столичных депутатов особенно важный. Многие из них пойдут на выборы. Так что жителям Чебоксары вновь предстоит определить самых достойных. На этом программа местное самоуправление завершается. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин